Привет! Сегодня поговорим о том, как быстро прокачать свой компьютер, закладывая минимум денежных средств и вкладывая минимум времени. Ну а в качестве подопытного будет такой старичок. Характеристики его я сейчас более подробно вам расскажу. А в качестве одной единственной детали, которая будет заменена в этом компьютере, будет выступать диск. То есть старый медленный HDD диск я заменю на современный и быстрый SSD на 960 гигабайт. Это Apasser Panther AS340. Так как диск, который установлен в этом компьютере сейчас, имеет объем 1.5 табайта и занята примерно половина, плюс-минус, то было решено взять сразу большой, большого объема диск SSD. Но давайте ближе к делу. Сейчас я заменю старый диск, клонировав его на новый SSD, сделаю тесты до и после. И в конце подведем итог, стоит ли в принципе менять свои старые HDD диски на новый SSD. Я думаю, ответ очевиден, но все же надо оттестировать. Поехали! Итак, берем диск и просто подсоединяем провода, которые идут непосредственно к приводу. Все. Дополнительных драйверов никаких не понадобится, то есть он автоматически заведется. Важно помнить, у старых материнских плат было несколько SATA разъемов, половина из них были SATA 2, вторая половина, соответственно, SATA 3. Либо вообще может быть такое, что SATA 3 там пара разъемов, остальные SATA 2. Обязательно перепроверяйте. Вот в моем случае это порты белого цвета, это SATA 3. Предыдущий сборщик неправильно подсоединил диск, он подключил его к SATA 2 разъему, соответственно, с HDD это особо не важно, потому что скорость SATA 3 он никогда не достигнет. Но с SSD-шником это очень важно. Поэтому сейчас его перекидываю в SATA 3 разъем и стартую. Все, готово, можно стартовать. Загудел. Эх, как кулер полетел. Надо, наверное, все-таки его будет заменить. Проще будет заменить, чем его пытаться смазать. Так, старт есть. Давайте забежим в BIOS. Надо же, даже BIOS такой достаточно адекватный. SATA MOD стоит. Ачи, все верно. Давайте попробуем замерить скорость. Перезагружаем. И стартуем. Минута 15 секунд. Надо бы загрузку еще немного другую потестировать. Но это загрузка до момента рабочего стола. Что касается загрузки до какого-то работоспособного момента, здесь надо, пожалуй, включить Skype. Включил его в автозагрузку. Перезагружаемся. Итак, Skype добавил в автозагрузку. Соответственно, стартану запись непосредственно в тот момент, когда будет загружаться операционная система. И надо будет дождаться того момента, когда появится уже загрузка Skype. Пока ждем. 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 А вот теперь стартуем. Смотрим, насколько быстро все это загрузится. Напоминаю, загрузка идет со старого медленного HDD диска, который года 2012, наверное, выпуск, то есть ему почти 10 лет. Это не суть важна, но факт в том, что диски на тот момент больше, наверное, 100 мегабайт в секунду скорость не могли передавать и принимать. Данный SSD, кстати, Panther, до 550 мегабайт в секунду скорость чтения и до 510 мегабайт в секунду скорость записи. Так, 54 секунды. Skype пока не начал загружаться. Минута. Это не перезагрузка, это просто загрузка целая минута. Ага, все, готово. Минута 10, минута 11 секунд. Итак, надо клонировать целиком теперь диск на новый SSD. Характеристики компьютера, кстати, такие. Это процессор Core i5-2400, ну, 2400, с частотой 3,1 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, двумя планками по 4 ГБ. Диск, который установлен, это 1,5 ТБ HDD. Чтобы его клонировать, загружаюсь с Windows Live и запускаю оттуда программное обеспечение, собственно, для клонирования. Итак, винда загрузилась. Копирование жесткого диска. Исходный жесткий диск на 1,5 ТБ. Далее выбираем Opasser AS340 ТБ. Соответственно, показывает то, как это будет выглядеть по итогу. То есть здесь разделы и разделы итоговые. Далее. И готово. Применить. Да. Началась процедура копирования. Это займет достаточно большое количество времени. Но для вас это пройдет быстрее. Итак, все готово. Клонировал три раздела. Самый объемный, который на 500 примерно ГБ, клонировать по итогу не стал. Потом перекопирую файлы отдельно уже. Соответственно, клонировал диск C и два технических раздела. Давайте смотреть. Первый запуск. Первая загрузка должна быть немного дольше. По той причине, что будут устанавливаться драйвера на диск. Но, тем не менее, уже заметен прирост скорости. Все. То есть все загрузилось идентично в том же самом расположении ярлыки рабочего стола. Ждем Skype. Все. Skype загрузился. Окей. А теперь тестируем. Перезагружаем компьютер. Дожидаемся, когда начнется непосредственно загрузка самой операционной системы. И нажимаем старт. Ждем. Ждем. Старт. Дожидаемся Skype. 33 секунды. Предыдущий показатель был минута 10 секунд. То есть более чем в два раза мы увеличили скорость. Ну а теперь давайте проверим то, что было по производительности специальными утилитами для тестирования дисков. И то, что стало по итогу. Запускаем утилиту CrystalDiskMark. Количество проходов выставляем 3. А размер файла для начала 128 мегабайт. Результаты тестирования видите на экране. Скорость чуть более 100 мегабайт при последовательной записи. Но показатели произвольных чтений и записи очень плохие. Следующий тест проводим с размером памяти 1 гигабайт. И снова показатели достаточно плохие. Теперь выставляем размер файла 4 гигабайта. Показатели на чтение и на запись немного упали. А теперь проведем те же самые тесты, но с SSD E-Pacer IS340. Показатели чтения и записи выросли в 3 раза. А показатели произвольных чтений и записи выросли просто в космических масштабах. Чтобы более наглядно оценить производительность, я прикладываю графики в двух единицах измерения. Обратите внимание на результаты тестов количества операций ввода-вывода в секунду. IOPS. Это шикарный результат. Поэтому смело могу рекомендовать SSD E-Pacer IS340 Panther к покупке. А если хотите больше узнать об этом SSD, ссылку я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok